Единый государственный экзамен по математике, задание номер 9. Найдите значение выражения. Корень из 50 минус корень из 200 умножить на косинус в квадрате 5π на 8. Вот этот угол 5π на 8 не совсем удобен для нахождения косинуса. Если бы удалось его удвоить, тогда было бы намного проще. А для того, чтобы его удвоить, нужно вспомнить формулу понижения степени. Напомню, что формула понижения степени и для квадрата косинуса, и для квадрата синуса выражается через косинус двойного угла. Выводится из формулы косинуса двойного угла. А именно, косинус 2 альфа у нас будет равен 2 косинус квадрате альфа минус 1. Вот если бы нам нужно было бы выразить синус квадрате, мы бы тогда записали бы косинус двойного угла как единица минус 2 синус квадрата. Ну и дальше выражали бы синус квадрате. А в данном случае нам нужен косинус квадрате. Поэтому вот именно из этой формулы мы выразим сейчас квадрат косинуса. Тогда у нас получается косинус квадрате альфа. Единицу мы переносим в левую часть со знаком плюс. У нас получается, да еще на 2 надо поделить. То есть будет 1 вторая единица плюс косинус двойного угла. Будем использовать эту формулу для нахождения нашего выражения. Тогда у нас получится корень из 50 минус корень из 200 умножить на косинус квадрате 5π на 8. Будет иметь вид. Корень из 50. 50 это 25 на 2. Значит корень из 25 это будет 5. Да еще число 2 под корнем остается. То есть в итоге получается 5 корней из 2. Далее. 200 можно представить как 2 умножить на 100. Корень из 100 будет равен 10. Значит получается 10 корней из 2. Минус 10 корней из 2. Косинус квадрате заменим вот по этой формуле. Тогда у нас получается умножить на 1 вторую умножить на скобки 1 плюс косинус. Но теперь уже двойного угла. 5π на 8 умножаем на 2. Получается 10π на 8 на 2 сокращаем. Получается 5π на 4. 5π на 4 равно. В результате получаем 5 корней из 2. Перепишем. 10 корней из 2 умножаем на 1 вторую и сразу раскрываем скобки. Да еще на единицу. Получается минус 5 корней из 2. Минус 5 корней из 2. Минус 5 корней из 2 мы умножаем на этот косинус. То есть у нас получается тогда минус 5 корней из 2 умножить на косинус. Косинус 5π на 4 можно представить как π плюс π на 4. И воспользоваться формулой приведения. π плюс π на 4 равно. 5 корней из 2 и минус 5 корней из 2 взаимно уничтожают друг друга. Остается у нас минус 5 корней из 2 умножить на косинус π плюс π на 4. Угол π плюс π на 4 находится в третьей четверти. Значит косинус там будет отрицателен. Значит это будет у нас косинус со знаком минус. Так как тут у нас π, то функция на кофункцию не меняется. То есть получается косинус π на 4 со знаком минус. То есть мы должны умножить на минус косинус π на 4. Минус на минус дает нам плюс. В итоге получается 5 корней из 2 умножить. А косинус π на 4 это корень из 2 разделить на 2. Корень из 2 на корень из 2. 2, 2 сокращается. Получается 5. В ответ мы пишем число 5. Ответ 5. Кому решение задач понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео.